ДДОС АТАКИ Из-за массированных ДДОС АТАК страдали другие клиенты компании-поставщика интернет-площадок. Как рассказал нам сетевой инженер хостинг-компании, которая предоставляет площадку для размещения сайта «Большой Белый Круг», администраторам сайта нужно воспользоваться услугами компании, которые предоставляют защиту от ДДОС АТАК. Давайте послушаем комментарии инженера этой компании. На клиента идет ДДОС АТАКа 5 гигабит, дата-центра всего 5 гигабит исходящие от канала в интернет. То, соответственно, из одного такого ресурса начинают страдать остальные клиенты. Такая же проблема была у Викиликс в прошлом году, когда их выгоняли с Амазона за массированную ДДОС АТАКи. Просто хостер несет финансовые потери за счет того, что нагружает свои каналы в интернет, а полезного трафика и как бы в денежном эквиваленте не получает ничего за это. Сама акция «Большое Белое Кольцо» должна пройти 26 февраля в Москве. По замыслу организаторов, люди соберутся на внутренней стороне Садового Кольца, возьмутся за руки и образуют живой круг, тем самым символично замкнув центр города. Сайт акции является чем-то вроде места сбора участников. Зарегистрирующий человек отмечает себя на том месте, где он будет стоять в день акции. Сергей Пархоменко, один из организаторов и участников этой будущей акции, рассказал нам, кто виноват и что он думает по этому поводу. Давайте послушаем Сергея Пархоменко. Молодежные прокремлевские организации, они отвечают за работу в сети. Это их, так сказать, отчина, они за это собирают свои основные деньги. Я нисколько не сомневаюсь, что кто-то из них взял подряд на уничтожение этого сайта. Итак, мы услышали комментарий Сергея Пархоменко. Это его точка зрения. Ну что ж, посмотрим, чем обернется эта акция и что в итоге будет. Спасибо, Сергей Литвинович, о том, что сайт акции «Белое кольцо» заблокирован.